Урок 1. Изучение города. Доброе утро, Анна. Я подумала, что было бы здорово осмотреть город в эти выходные. Звучит как фантастическая идея, Джон. Я всегда готов к приключениям. Замечательно. Можете ли вы также посмотреть некоторые местные достопримечательности и пешеходные тропы? Конечно, я буду рада помочь. Я поищу лучшие достопримечательности и тропы в нашем районе. Отлично, Анна. Я ценю твою готовность помочь мне. Без проблем, Джон. Я рад помочь вам открыть для себя новое место. Спасибо за энтузиазм, Анна. Мне не терпится увидеть, что мы сможем найти. Я тоже, Джон. Мне нравится находить скрытое сокровище в нашем окружении. Исследовать новые тропы и достопримечательности всегда приятно. Конечно, Джон. Это добавляет в нашу жизнь ощущение приключений. Не могу не согласиться, Анна. Приключения делают жизнь интересной. В этом и заключается дух, Джон. Давайте сделаем этот укенд незабываемым. Я с нетерпением жду этого, Анна. Это будет потрясающий опыт. Мне не терпится поделиться с тобой этим приключением, Джон. Точно так же, Анна. Когда дело доходит до исследований, мы отличная команда. Конечно, Джон. Наше любопытство ведет нас в невероятное место. И именно эти впечатления создают незабываемые воспоминания. Конечно, Джон. Воспоминания, которыми мы будем дорожить всю жизнь. Ты абсолютно права, Анна. Давайте оставим незабываемые воспоминания в эти выходные. Урок 2. Устойчивые привычки. Анна, я заметила, что у тебя всегда есть многоразовая бутылка с водой. Это хорошая привычка. Спасибо, Джон. Важно сократить использование одноразового пластика. Абсолютно. У меня тоже всегда есть многоразовая бутылка с водой. Приятно это слышать, Джон. Это имеет большое значение. Это небольшое изменение, которое оказывает положительное влияние на окружающую среду. Точно, Джон. Это помогает уменьшить количество пластиковых отходов и загрязнения окружающей среды. И гораздо удобнее пополнить бутылку, чем покупать бутилированную воду. Я согласен, Джон. Кроме того, это экономит деньги в долгосрочной перспективе. Это дополнительный бонус, Анна. Это взаимовыгодная ситуация. Конечно, Джон. Мы должны побуждать других делать то же самое. Я полностью согласна, Анна. Мы можем подавать пример. Приняв устойчивые привычки, мы можем вдохновить других последовать нашему примеру. И вместе мы можем существенно изменить ситуацию. В этом и заключается дух, Джон. Небольшие действия могут оказать большое влияние. Безусловно, Анна. Давайте продолжим практиковать устойчивые привычки. Я рад, что мы на одной волне, Джон. Наша планета этого заслуживает. Действительно, Анна. Давайте продолжим в том же духе и распространим послание. Я с тобой, Джон. Вместе мы можем создать более экологичное будущее. Спасибо за то, что выступаете за устойчивое развитие, Анна. Мне очень приятно, Джон. Давайте продолжим менять мир к лучшему. Согласен, Анна. Наши действия важны, какими бы незначительными они ни казались. Урок 3. Доступные стилисты. Анна, я давно хотела попробовать новую прическу. Есть ли у стилистов доступные цены? Конечно, Джон. Есть много талантливых стилистов, которые предлагают доступные услуги. Приятно знать, Анна. Я не хочу тратить деньги на стрижку. Понимаю, Джон. Качество не всегда должно сопровождаться высокой ценой. Я рада это слышать, Анна. Можете ли вы порекомендовать стилистов по доступным ценам? Конечно, Джон. Я знаю несколько салонов, которые предлагают отличные услуги по разумным ценам. Это было бы замечательно, Анна. Я хочу найти стилиста, понимающего мои предпочтения. Я проведу небольшое исследование и предоставлю вам список доступных стилистов в нашем регионе. Спасибо за помощь, Анна. Я ценю твою помощь. Без проблем, Джон. Я с радостью помогу вам найти подходящего стилиста. С нашим парикмахером важно чувствовать себя уверенно и комфортно. Конечно, Джон. Хороший стилист может улучшить наш внешний вид в целом. А доступные варианты позволяют нам сохранять свой стиль без перерасхода средств. В этом вся прелесть, Джон. Мы можем хорошо выглядеть, не тратя денег. Я с нетерпением жду возможности изучить варианты, которые вы найдете, Анна. Я обязательно предоставлю вам множество доступных стилистов на выбор. Отлично, Анна. Я доверяю твоему мнению и подберу для меня наилучший вариант. Спасибо за доверие, Джон. Я позабочусь о том, чтобы вы были в надежных руках. Я ценю твою поддержку, Анна. Ты всегда даешь полезные рекомендации. Мне очень приятно, Джон. Я здесь, чтобы помочь вам выглядеть лучше, не опустошая кошелек. Спасибо, Анна. Твоя помощь очень много значит для меня. Добро пожаловать, Джон. Давайте найдем вам стилиста, который превзойдет ваши ожидания. Урок 4. Запрос идеального вида. Анна, я думаю, было бы здорово иметь номер с прекрасным видом. Я согласен, Джон. Захватывающий вид может сделать наше пребывание еще более незабываемым. Давайте закажем номер с прекрасным видом. Конечно, Джон. Я обязательно расскажу об этом, когда мы зарегистрируемся. Было бы замечательно просыпаться с потрясающими пейзажами каждое утро. Я прекрасно понимаю, Джон. Номер с видом добавляет дополнительную нотку роскоши. Могу себе представить, как я пью утренний кофе и любуюсь городским пейзажем. Звучит просто восхитительно, Джон. Мы заслуживаем того, чтобы побаловать себя. Я рада, что ты тоже так думаешь, Анна. Все дело в мелочах. Конечно, Джон. Отмечу, что мы предпочитаем номер с красивым видом. Спасибо, Анна. Ваше внимание к деталям всегда ценится. Мне очень приятно, Джон. Я хочу, чтобы у нас были самые лучшие впечатления. Мне не терпится увидеть улыбку на наших лицах, когда мы войдем в нашу комнату. Это будет время, которым мы будем дорожить, Джон. Надеюсь, это мнение превзойдет наши ожидания. У меня такое чувство, что так и будет, Анна. Наше путешествие станет еще более особенным. Мне не терпится оставить тебе прекрасные воспоминания, Джон. Я рада, что мы на одной волне, Джон. У нас отличный вкус. Действительно, Анна. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас был лучший вид в городе. Конечно, Джон. Наш запрос будет сделан, и я уверен, что он будет удовлетворен. Спасибо, Анна. Твой оптимизм заразителен. Добро пожаловать, Джон. Давайте приготовимся насладиться видом, который запомнится вам на всю жизнь. Урок 5. Сравнение цен. Анна, при покупках важно сравнивать цены в разных магазинах. Конечно, Джон. Это помогает нам принимать обоснованные решения и находить лучшее предложение. Прежде чем совершить покупку, мы должны проверить, можем ли мы найти такой же товар по более низкой цене в другом месте. Это разумный подход, Джон. Это гарантирует, что мы получим максимальную отдачу от наших денег. Первая цена, которую мы видим, легко соблазнится, но стоит потратить время на сравнение. Я согласен, Джон. Цены могут значительно отличаться даже на один и тот же продукт. Интернет-магазины также позволяют сравнивать цены, не выходя из дома. Это правда, Джон. Мы можем легко проверить несколько веб-сайтов, чтобы найти лучшее предложение. Кроме того, некоторые магазины предлагают сопоставимые цены, где они соответствуют более низкой цене, чем у конкурентов. Отличный совет, Джон. Это позволяет нам получить лучшую цену без необходимости посещать несколько магазинов. Приложения и веб-сайты для сравнения цен также могут быть полезными инструментами для поиска лучших предложений. Конечно, Джон. Они предоставляют информацию в режиме реального времени и отзывы пользователей, чтобы помочь нам сделать осознанный выбор. Важно учитывать не только цену, но и другие факторы, такие как качество продукции и обслуживание клиентов. Ты прав, Джон. Иногда стоит заплатить немного больше за более качественное или надежное обслуживание. Сравнивая цены, мы можем сэкономить деньги и убедиться, что покупка будет выгодна. Именно так, Анна. Эта привычка может привести к значительной экономии в долгосрочной перспективе. Давай всегда будем сравнивать цены и принимать взвешенные решения, Джон. Безусловно, Анна. Это простая практика, которая может существенно повлиять на наши финансы. Мудрое слово, Джон. Давайте будем опытными покупателями и найдем лучшее предложение. Спасибо, Анна. Я рада, что мы придерживаемся одного и того же подхода к сравнению цен. Мне очень приятно, Джон. Вместе мы сможем сделать более разумный выбор и еще больше увеличить бюджет. Урок 6. Предоставление помощи. Анна, мне нужна помощь в этом проекте. Можете ли вы мне помочь? Конечно, Джон. Я здесь, чтобы поддержать тебя. В чем вам нужна помощь? У меня проблемы с организацией данных. Это просто ошеломляет. Без проблем, Джон. Я с радостью помогу вам с организацией данных. Спасибо, Анна. Ваш опыт в этой области бесценен. Я рад помочь, Джон. Мы отличная команда. Я ценю твою готовность протянуть руку помощи. Это облегчает мою рабочую нагрузку. Мне очень приятно, Джон. Мы занимаемся этим вместе. Уверен, что с вашей помощью мы сможем успешно завершить проект. Конечно, Джон. Мы решим эту проблему шаг за шагом и добьемся отличных результатов. Твоя поддержка и руководство очень много значат для меня, Анна. Я здесь, чтобы помочь, Джон. Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время. Это обнадеживает. Я рада, что могу на тебя рассчитывать. Ты всегда можешь положиться на меня, Джон. Это то, чем занимаются товарищи по команде. Спасибо, Анна. Я благодарна за вашу преданность и преданность делу. Мне очень приятно, Джон. Давайте работать вместе для достижения успешного результата. Я знаю, что у нас все получится. Ваша помощь неоценима. Уверен, что так и будет, Джон. Вместе мы можем преодолеть любой вызов. Еще раз спасибо, Анна. Ты отличный коллега и друг. Это чувство взаимно, Джон. Давайте сделаем все возможное и добьемся отличного результата. Безусловно, Анна. Я уверен, что с вашей помощью мы достигнем величия. Давай приступим к работе, Джон. У нас есть над чем покорить проект. Действительно, Анна. Давайте добьемся успеха. Урок 7. Изучение скорости процессора. Анна, я подумываю о покупке нового ноутбука. У него быстрый процессор. Конечно, Джон. Скорость процессора очень важна, особенно для вашей работы. Мне нужен мощный процессор для эффективного выполнения сложных задач. Понимаю, Джон. Давайте проверим спецификации, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим требованиям. Спасибо, Анна. Быстрый процессор повысит мою производительность. Вот оно, Джон. Этот ноутбук оснащен высокопроизводительным процессором с несколькими ядрами. Отличная новость, Анна. Он без проблем справится с многозадачностью и тяжелыми приложениями. Тактовая частота тоже впечатляет, Джон. Это обеспечивает быструю обработку данных. Это именно то, что мне нужно, Анна. Это должно значительно улучшить мой рабочий процесс. В этом ноутбуке также есть функция турбонаддува, которая еще больше повышает его производительность. Это просто фантастика, Анна. При необходимости это обеспечит дополнительный прилив скорости. Кроме того, объем кэш-памяти процессора значителен, что обеспечивает более быстрый доступ к данным. Это очень важный аспект, Анна. Это позволит минимизировать задержки и максимизировать эффективность. Я рад, что мы нашли ноутбук, отвечающий вашим требованиям к скорости процессора, Джон. Спасибо за помощь, Анна. Ваши знания в этой области бесценны. Я рад помочь, Джон. Я хочу, чтобы у тебя был лучший инструмент для работы. Я ценю твою преданность, Анна. Это значительно упрощает процесс принятия решений. Я здесь, чтобы поддержать тебя, Джон. Давайте позаботимся о том, чтобы вы приобрели ноутбук, который идеально соответствует вашим потребностям. Уверена, что под вашим руководством я сделаю правильный выбор, Анна. Конечно, Джон. Ноутбук с быстрым процессором принесет вам большую пользу в работе. Еще раз спасибо, Анна. Ваш опыт сыграл важную роль в принятии этого решения. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно помочь вам найти идеальное решение. Давайте перейдем к покупке ноутбука. Не могу дождаться, когда смогу воочию убедиться в его скорости. Конечно, Джон. Это инвестиция, которая повысит вашу производительность и эффективность. Я в восторге от этих возможностей. Этот ноутбук поднимет мою работу на новый уровень. В этом я нисколько не сомневаюсь, Джон. Наслаждайтесь своим новым высокопроизводительным устройством. Спасибо, Анна. Я благодарна тебе за помощь. Урок 8. Поиск уникальных предметов. Анна, у меня отличная идея. Мне нравится идея найти что-то уникальное. Конечно, Джон. Уникальные вещи обладают особым шармом и индивидуальностью. Приятно открывать для себя сокровища, отличающиеся от товаров массового производства. Я полностью согласен, Джон. Это придает нашим вещам ощущение индивидуальности. Давайте познакомимся с местными ремесленными рынками. Здесь часто продаются уникальные изделия ручной работы. Прекрасное предложение, Джон. Мы можем поддержать местных художников и найти действительно особенное произведение. Приятно видеть творческий подход и мастерство, лежащее в основе каждого уникального предмета. Конечно, Джон. Каждое произведение рассказывает историю и несет в себе страсть создателя. Найдя уникальные вещи, мы можем придать характер нашим домам и шкафам. Мне нравится идея создавать уникальные вещи, отражающие наш личный стиль. Это также отличный способ поддержать художников и их творческие начинания. Не могу не согласиться, Джон. Важно ценить и поощрять художественное самовыражение. Давайте также обратим внимание на изделия, выпущенные ограниченным тиражом или изготовленные на заказ. Это фантастическая идея, Джон. Они предлагают еще больший уровень эксклюзивности. Я в восторге от приключений по поиску скрытых драгоценных камней в неожиданных местах. Я тоже, Джон. Это добавляет впечатлений и удивления нашим покупкам. Мы также можем рассмотреть винтажные или антикварные магазины, где можно найти уникальные находки с историей. Конечно, Джон. Давайте сделаем своим приоритетом поиск необычных вещей и создание коллекции особенных вещей. Я согласен с этим, Джон. Это сделает нашу жизнь богаче и значимее. Спасибо за поддержку этой идеи, Анна. Я знала, что вы оцените ценность уникальности. Мне очень приятно, Джон. Мне нравится искать что-то действительно уникальное. Давайте отправимся в это путешествие вместе, Анна. По пути мы откроем сокровище и оставим воспоминания. Я в восторге, Джон. Давайте найдем те необычные вещи, которые принесут радость в нашу жизнь. Здесь вы найдете эти скрытые драгоценные камни и насладитесь красотой единственных в своем роде. Приветствую вас, Джон. Давайте сделаем нашу жизнь еще более необычной с помощью уникальных открытий. Урок 9. Обеспечение своевременной доставки результатов. Анна, давайте обсудим результаты. Нам нужно обеспечить своевременную доставку. Конечно, Джон. Соблюдение сроков имеет решающее значение для успеха наших проектов. Мы должны установить четкие сроки и контрольные показатели по каждому результату. Я согласен, Джон. Это поможет нам не сбиться с пути и эффективно распоряжаться своим временем. Нам следует расставить приоритеты в отношении наиболее важных результатов и соответствующим образом распределить ресурсы. Это разумный подход, Джон. Он обеспечивает своевременное выполнение наших ключевых задач. Регулярное обновление информации о ходе выполнения каждого результата будет необходимо для мониторинга состояния каждого результата. Согласен, Джон. Это позволяет нам выявлять возможные задержки и принимать меры по их устранению. Нам также следует поддерживать открытое общение с заинтересованными сторонами для управления ожиданиями. Общение – ключ к успеху, Джон. Информирование всех помогает предотвратить недоразумения. Если мы столкнемся с какими-либо препятствиями, мы должны незамедлительно их устранить, чтобы избежать задержек. Конечно, Джон. Упреждающие решения проблем необходимо для соблюдения сроков реализации проекта. Мы можем оптимизировать процесс, используя автоматизацию и оптимизируя рабочие процессы. Отличная идея, Джон. Автоматизация может помочь повысить эффективность и уменьшить количество ошибок, выполняемых вручную. Регулярные проверки качества обеспечат соответствие результатов требуемым стандартам. Качество превыше всего, Джон. Мы никогда не должны идти на компромисс в отношении качества нашей работы. Мы также должны учитывать буферное время в наших расписаниях, чтобы учесть непредвиденные задержки. Это разумный подход, Джон. Он обеспечивает подушку для решения непредвиденных проблем. Наконец, мы должны отмечать успешные поставки, чтобы мотивировать команду и создать позитивную атмосферу. Празднование очень важно, Джон. Признание достижений повышает боевой дух и командный дух. Спасибо за обсуждение этих стратегий, Анна. Я ценю ваши идеи. Мне очень приятно, Джон. Своевременная доставка, общая ответственность, и мы в этом все вместе. Давайте внедрим эти меры и обеспечим своевременную доставку наших результатов. Конечно, Джон. Тщательно спланировав и выполнив все сроки, мы уложимся в срок. Я уверена в наших способностях, Анна. Вместе мы сможем добиться отличных результатов. Я разделяю эту уверенность, Джон. Давайте воплотим это в жизнь и добьемся совершенства. Спасибо за преданность и преданность делу, Анна. Приятно работать с вами. Это чувство взаимно, Джон. Давайте продолжим стремиться к успеху во всех наших начинаниях. Согласен, Анна. Вперед к своевременной доставке и выдающимся результатам. Урок 10. Украшение дольками кинзы и лайма. Анна, думаю, нам стоит украсить блюда дольками кинзы и лайма. Отличная идея, Джон. Кинза добавляет свежести, а дольки лайма придают пикантный вкус. Это улучшит презентацию и усилит вкус блюда. Конечно, Джон. Гарниры придают дополнительную визуальную привлекательность и гастрономическое наслаждение. Сверху можно посыпать нарезанной кинзой, чтобы придать блюду зеленый цвет. Измельченная кинза также придаст яркий аромат, дополняющий вкус. А если положить дольки лайма на гарнир, можно выжать порции свежевыжатого цитрусового сока. Сок лайма придает пикантную пикантность, которая уравновешивает насыщенность блюда. Это простой, но эффективный способ улучшить общее впечатление от ужина. Кроме того, кинза и лайм – классическое сочетание, которое хорошо подходит для многих кухонь. Сочетание травяных нот кинзы и цитрусового вкуса лайма поистине восхитительно. Это сочетание придает яркость и глубину широкому ассортименту блюд. Мы также должны учитывать визуальный аспект, красиво расставляя гарниры. Презентация важна, Джон. Правильно расставленная веточка кинзы и аккуратно нарезанные дольки лайма помогут вам в этом. Это небольшая деталь, которая может сделать блюдо более аппетитным и привлекательным. Конечно, Джон. Сначала мы едим глазами, поэтому эстетическая привлекательность очень важна. Кроме того, дольки кинзы и лайма придают свежесть и позволяют избавиться от тяжелых или насыщенных вкусов. Они действуют как очищающие вкусовые ощущения и вносят освежающий элемент в общее вкусовое ощущение. Я рада, что мы согласны использовать дольки кинзы и лайма в качестве гарнира. Это выигрышная комбинация, Джон. Блюдо будет украшено этими яркими и острыми акцентами. Спасибо за ваш вклад, Анна. Я увлечен улучшением вкусов и созданием незабываемых гастрономических впечатлений. Давайте добавим в наш рецепт дольки кинзы и лайма и насладимся восхитительными результатами. Конечно, Джон. Это идеальный завершающий штрих для придания нашему блюду блеска. Я ценю ваше сотрудничество, Анна. Вместе мы создаем кулинарную магию. Это чувство взаимно, Джон. Давайте продолжим экспериментировать и радовать наши вкусовые рецепторы. Вот вам и дольки кинзы и лайма. Идеальный гарнир. Приветствую вас, Джон. Пусть наши блюда всегда будут яркими и ароматными. Урок 11. Сосредоточьтесь и избегайте перерасхода средств. Анна, думаю, нам следует составить бюджет для покрытия наших расходов. Хорошая идея, Джон. Это поможет нам сосредоточиться и не тратить лишние средства. Составление бюджета позволяет нам отслеживать расходы и расставлять приоритеты в финансовых целях. Конечно, Джон. Это четкая дорожная карта для принятия наших финансовых решений. Мы должны определить основные расходы и выделить определенную сумму для каждой категории. Классификация расходов помогает нам понять, куда уходят наши деньги и при необходимости внести коррективы. Важно различать потребности и желания, чтобы избежать ненужных расходов. Согласен, Джон. Различие между тем, что нам действительно нужно, и тем, чего мы хотим, является ключом к поддержанию сбалансированного бюджета. Нам также следует рассмотреть возможность накопления средств для будущих целей, таких как чрезвычайные ситуации или крупные покупки. Сбережения очень важны, Джон. Оно обеспечивает безопасность и помогает нам реализовать наши долгосрочные устремления. Регулярный пересмотр бюджета позволяет нам вносить необходимые коррективы и следить за тем, чтобы мы не сбились с намеченного графика. Пересмотр бюджета помогает нам нести ответственность и выявлять области, в которых при необходимости мы можем сократить расходы. Нам следует избегать импульсивных покупок и уделять время оценке того, соответствуют ли они нашему бюджету и приоритетам. Контроль над импульсами очень важен, Джон. Сделав паузу перед покупкой, мы сможем оценить ее истинную стоимость. Мы также можем изучить способы максимизации экономии, например, сравнить цены и найти скидки или предложения. Опытные покупатели позволяют нам сократить бюджет и получить максимальную отдачу от вложенных средств. Очень важно общаться и совместно работать над нашими финансовыми целями и решениями. Открытое общение обеспечивает согласованность и совместную работу над достижением общих финансовых целей. Мы должны отмечать вехи и достижения на этом пути, чтобы сохранять мотивацию. Празднование нашего прогресса укрепляет позитивные финансовые привычки и мотивирует нас продолжать свой финансовый путь. Спасибо за участие в этом, Анна. Вместе мы сможем достичь наших финансовых целей. Это чувство взаимно, Джон. Давайте поддержим друг друга и примем разумное финансовое решение. Главное – сосредоточиться, избежать перерасхода средств и построить безопасное финансовое будущее. Приветствую вас, Джон. Пусть наши усилия по составлению бюджета приведут нас к финансовой стабильности и душевному спокойствию. Урок 12. Планирование поездки и аренда автомобиля. Привет, Анна. Я планирую поездку и думаю, мне понадобится арендованная машина. Звучит как хорошая идея, Джон. Аренда автомобиля дает вам гибкость и удобство. Во время поездки я хочу исследовать разные места, а наличие машины облегчит эту задачу. Аренда автомобиля позволяет вам отправиться куда угодно и когда угодно. Мне следует изучить различные компании по аренде автомобилей, чтобы найти лучшие цены и варианты. Исследование очень важно, Джон. Это поможет вам принять взвешенное решение и заключить выгодную сделку. Я также должен учитывать размер машины в зависимости от количества людей и багажа. Выбор подходящего размера автомобиля обеспечивает комфорт и достаточно места для всех и их вещей. Мне нужно будет ознакомиться с правилами аренды, касающимися страхового покрытия и дополнительных сборов. Понимание правил аренды поможет вам избежать неожиданностей и соответствующим образом спланировать бюджет. Я также должен учитывать продолжительность аренды и любые ограничения по пробегу. Я обязательно сравню цены и проверю текущие акции или скидки. Сравнение цен и поиск скидок помогут вам сэкономить на аренде. Важно читать отзывы клиентов и рейтинги различных прокатных компаний. Чтение отзывов позволяет получить представление о качестве обслуживания и впечатлениях клиентов. Я должен бронировать аренду автомобиля заранее, чтобы обеспечить наличие свободных мест, особенно в пик туристического сезона. Я также проверю, есть ли дополнительные требования, такие как действующие водительские права или возрастные ограничения. Проверка требований гарантирует, что вы соответствуете всем необходимым критериям для аренды автомобиля. Наконец, я обязательно тщательно осмотрите машину перед отъездом и задокументирую все ранее существовавшие повреждения. Осмотры автомобиля и документирование повреждений защищают вас от ответственности за существующие проблемы. Спасибо за совет, Анна. Ваш вклад очень важен для планирования моей поездки. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Удачного путешествия. Я ценю твои добрые пожелания, Анна. Я позабочусь о том, чтобы путешествие прошло незабываемо. Приятного путешествия и безопасного вождения, Джон. Счастливого путешествия. Спасибо, Анна. Я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями, когда вернусь. Мне не терпится узнать все об этом, Джон. Безопасных путешествий и приятного времяпрепровождения. Урок 13. Основы развития навыков. Анна, в последнее время я подумываю о том, чтобы освоить новые навыки. Отличный настрой, Джон. Развитие навыков открывает новые возможности. Но иногда меня беспокоит конечный результат. Трудно избавиться от перфекционизма. Помните, Джон, процесс обучения так же важен, как и конечный результат. Ты права, Анна. Сосредоточение внимания на процессе позволяет расти и получать удовольствие от процесса. Точно, Джон. Воспользуйтесь опытом обучения и проявите терпение по отношению к себе. Мне следует выбирать навыки, которые мне действительно интересны и соответствуют моим увлечениям. Освоение навыков, которыми вы увлечены, мотивирует и мотивирует вас. Я начну с постановки реалистичных целей и разобью их на выполнимые шаги. Разбивка целей на более мелкие шаги делает их менее сложными и более достижимыми. Мне следует обратиться за советом к экспертам или посещать занятия, чтобы ускорить обучение. Обучение у опытных специалистов может дать ценную информацию и кратчайшие пути. Важно регулярно тренироваться и уделять время оттачиванию этих навыков. Последовательная практика – ключ к овладению любым навыкам и укреплению уверенности в себе. Мне также следует получить конструктивную обратную связь для выявления областей, нуждающихся в улучшении. Обратная связь поможет вам усовершенствовать свои навыки и взглянуть на вещи с разных точек зрения. Я воспринимаю ошибки как возможность учиться, а не впадать в уныние. Ошибки естественны и являются частью процесса обучения. Учитесь на них и продолжайте двигаться вперед. Мне следует окружить себя поддерживающим сообществом или единомышленниками. Сообщество, поддерживающее вас, поощряет и вдохновляет на протяжении всего учебного процесса. Я буду проявлять непредвзятость и буду готов попробовать новые методы или подходы. Непредубежденность позволяет внедрять инновации и постоянно расти. Я буду праздновать небольшие победы и вехи, чтобы сохранять мотивацию и воодушевление. Празднование достижений, какими бы маленькими они ни были, мотивирует вас и придаёт импульс. Я помню, что радость заключается в самом обучении, а не только в конечном результате. Радость обучения заключается в процессе, открытиях и личностном росте. Спасибо за руководство, Анна. Ваша мудрость поистине бесценна. Мне очень приятно, Джон. Я верю в твой потенциал и способность осваивать новые навыки. Мы должны подходить к развитию навыков с открытым сердцем и ориентацией на рост. Приветствую вас, Джон. Пусть ваш путь обучения будет полноценным, полезным и наполненным радостью. Урок 14. Важность сотрудничества с межфункциональными командами. Анна, я поняла, что сотрудничество с межфункциональными командами очень важно. Конечно, Джон. Работа с командами из разных отделов позволяет использовать разные точки зрения и опыт. Это позволяет нам использовать сильные стороны каждого члена команды и добиваться лучших результатов. Сотрудничество с межфункциональными командами повышает креативность и способность решать проблемы. Она способствует эффективной коммуникации и обмену знаниями в различных областях знаний. Устранение разобщенности и развитие сотрудничества ведут к повышению сплоченности и эффективности организации. Она поощряет инновации и обмен идеями из различных дисциплин. Объединяя различные наборы навыков, мы можем разрабатывать более комплексные и всесторонние решения. Это помогает нам выявлять потенциальные риски и упреждающе устранять их на основе коллективного опыта. Сотрудничество с межфункциональными командами сводит к минимуму белые зоны и улучшает процесс принятия решений. Это также укрепляет отношения и доверие между членами команды. Доверие необходимо для эффективного сотрудничества и достижения общих целей. Мы можем учиться друг у друга и расширять наши знания за пределы наших областей специализации. Непрерывному обучению и росту способствует сотрудничество с различными командами. При работе с межфункциональными командами важно установить четкие цели и ожидания. Четкие цели определяют общую цель и направляют усилия каждого на достижение общей цели. Эффективное общение и активное слушание имеют решающее значение в межфункциональном сотрудничестве. Активное слушание гарантирует, что точки зрения каждого будут услышаны и оценены. Мы должны проявлять открытость и гибкость, быть готовыми адаптироваться к различным подходам и идеям. Гибкость позволяет нам открывать новые перспективы и находить инновационные решения. Празднование успехов и признание вклада в межфункциональные команды повышают моральный дух. Признание достижений мотивирует членов команды и укрепляет командную динамику. Нам также следует оперативно и конструктивно решать конфликты или проблемы, которые могут возникнуть. Урегулирование конфликтов позволяет разрешать и поддерживать позитивную командную атмосферу. Спасибо за обсуждение важности сотрудничества с межфункциональными командами, Анна. Добро пожаловать, Джон. Сотрудничество – ключ к успеху в современном взаимосвязанном мире. Давайте продолжим развивать сотрудничество и строить прочные отношения между отделами. Конечно, Джон. Вместе мы можем создать культуру сотрудничества и добиться позитивных изменений. Мы должны наладить сотрудничество с межфункциональными командами и добиться замечательных результатов. Приветствую вас, Джон. Пусть наши совместные усилия приведут к новым инновациям и успеху. Урок 15. Подготовка к неожиданной погоде. Я знаю, что сегодня я не ожидала сильного дождя. Что ж, завтра я обязательно возьму с собой зонт. Хорошая идея, Джон. Всегда разумно быть готовым к неожиданной погоде. Каждый день перед отъездом важно проверять прогноз погоды. Просмотр прогноза поможет вам спланировать и одеться в соответствии с дневной погодой. Мне следует иметь под рукой зонт или плащ, особенно в непредсказуемое время года. Наличие дождевика позволяет вам оставаться сухими и комфортными во время неожиданных дождей. Я возьму с собой дополнительный слой или куртку на случай внезапного снижения температуры. Многослойное наложение позволяет регулировать одежду в соответствии с меняющимися погодными условиями. Также неплохо иметь под рукой солнцезащитный крем в неожиданные солнечные дни. Защита кожи от солнечных лучей важна даже в пасмурные дни. Мне нужно надеть шляпу или кепку, чтобы защитить лицо от солнца или дождя. Ношение шляпы обеспечивает дополнительную защиту и позволяет чувствовать себя комфортно в различных условиях. Я обязательно надену подходящую обувь, которая выдерживает влажные или скользкие поверхности. Выбор обуви с хорошим сцеплением помогает предотвратить скольжение и падение в дождливую погоду. Целесообразно иметь запасной план на случай переноса мероприятий на свежем воздухе. Альтернативные варианты гарантируют, что вы сможете наслаждаться днем, несмотря на неожиданную погоду. Мне нужно иметь водонепроницаемую сумку или чехол для электронных устройств, чтобы они были в безопасности. Защита электроники от дождя или влаги предотвращает повреждения и потенциальные неисправности. Я буду в курсе любых погодных предупреждений или предупреждений, выпущенных в моем районе. Быть в курсе погодных оповещений помогает принимать обоснованные решения и оставаться в безопасности. Важно сохранять позитивный настрой и адаптироваться к меняющимся погодным условиям. Гибкость и позитивный настрой позволяют максимально использовать любую погодную ситуацию. Спасибо, что напомнила мне, что нужно быть готовой к неожиданной погоде, Анна. Добро пожаловать, Джон. Всегда лучше быть готовым, чем застигнутым врасплох. Давайте будем бдительны и будем готовы к любой погоде. Конечно, Джон. Приготовьтесь и смиритесь с непредсказуемостью Матери Природы. Приветствую вас, Анна. Пусть мы всегда будем готовы к любым погодным сюрпризам. Урок 16. Идеи быстрых и полезных рецептов. Быстро и полезно. Звучит очень вкусно. Я найду для этого рецепт. Отличная идея, Джон. Давайте найдем что-нибудь питательное и простое в приготовлении. Как насчет салата из экзотических фруктов с острой заправкой? Он освежает и богат витаминами. Звучит отлично, Джон. Давайте соберем множество разноцветных фруктов для придания яркости. Я поищу рецепт, включающий тропические фрукты, такие как манго, ананасы и киви. Отличный выбор, Джон. Эти фрукты привнесут в салат восхитительное сочетание вкусов. Мы можем добавить нотку свежести с помощью листьев мяты или сока лайма. Мята и лайма улучшат вкус и придадут салату пикантную нотку. Давайте обязательно добавим к фруктам легкую и пряную заправку. Простая заправка с медом, лимонным соком и щепоткой соли должна помочь. Пока вы будете готовить заправку, я нарежу фрукты небольшими кусочками. Похоже на план, Джон. Мы смешаем все перед подачей на стол, чтобы оно оставалось свежим. Давайте украсим фруктовый салат поджаренной кокосовой стружкой для придания текстуры. Поджаренный кокос подарит восхитительный хруст и нотку тропического колорита. Мне не терпится попробовать этот быстрый и полезный фруктовый салат. Он идеально подходит для легкой закуски или десерта. Конечно, Джон. Это лакомство без чувства вины, которое утоляет тягу к сладкому и одновременно питает ваше тело. Спасибо, что предложили этот вкусный и питательный рецепт, Анна. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно вместе исследовать новое кулинарное приключение. Давайте соберем ингредиенты и начнем. Мне не терпится насладиться этим восхитительным фруктовым салатом. Я рядом с тобой, Джон. Давайте создадим что-нибудь полезное и восхитительное для наших вкусовых рецепторов. Вот несколько быстрых и полезных рецептов, которые принесут радость нашему вкусу и питают наше тело. Приветствую вас, Джон. Пусть наше кулинарное начинание всегда доставляет удовольствие. Не могу не согласиться, Анна. Давайте с энтузиазмом и творчеством погрузимся в наше кулинарное приключение. Урок 17. Совмещение поручений и обязанностей. Твой тоже. То же самое и здесь. У меня много дел. Похоже, у нас обоих впереди насыщенный день. Давайте расставим приоритеты и спланируем наши задачи. Мне нужно сдать несколько посылок в почтовом отделении и забрать продукты в магазине. Мне нужно пойти в банк, забрать рецепт в аптеке и купить подарок другу. Давайте начнем с составления списка всех поручений, которые нам необходимо выполнить. Составление списка помогает нам оставаться организованными и гарантирует, что мы ничего не забудем. Я проверю адреса и часы работы почтового отделения и продуктового магазина. Важно знать их расписание, чтобы избежать ненужных задержек. Я соберу все посылки и позабочусь о том, чтобы они были правильно маркированы и готовы к отправке. Таким образом, вы сможете быстро и эффективно доставить их. Я также составлю список покупок, чтобы получить все необходимые продукты. Заблаговременное планирование экономит время и избавляет нас от необходимости совершать несколько поездок. Я соберу все необходимые документы и удостоверение личности для посещения банка. Подготовка необходимых документов поможет ускорить процесс. Я позвоню в аптеку, чтобы проверить, готов ли мой рецепт к получению. Проверка его наличия избавит нас от ненужных поездок. Давайте изучим потенциальные варианты подарков в интернете, чтобы сузить выбор. Четкое представление о том, что мы хотим купить, упростит процесс покупки. Получив списки, мы сможем спланировать наиболее эффективный маршрут для выполнения наших поручений. Составление маршрута помогает нам сэкономить время и свести к минимуму поездки между точками. При выполнении поручений важно сохранять концентрацию и не отвлекаться. Соблюдение графика позволяет нам продуктивно работать и эффективно выполнять поставленные задачи. Давайте выделим определенные временные промежутки для каждого дела. Чтобы быть организованными и эффективно управлять своим временем. Управление временем – ключ к выполнению наших задач без перегруженности. Спасибо за обсуждение наших поручений и обязанностей, Анна. Добро пожаловать, Джон. Давайте будем выполнять наши поручения эффективно и с позитивным настроем. Впереди продуктивный день выполнения поручений и вычеркивания задач из наших списков дел. Приветствую вас, Джон. Пусть мы выполним наши поручения без проблем и удачного дня. Не могу не согласиться, Анна. Давайте воспользуемся моментом и по максимуму насладимся нашим приключением, наполненным поручениями. Урок 18. Питание фруктами и овощами. Фрукты и овощи очень важны для нашего здоровья. Заметили ли вы какие-либо изменения в уровне энергии? Конечно, Джон. С тех пор, как я включил в свой рацион больше фруктов и овощей, я почувствовал себя более энергичным. Какие фрукты и овощи вы любите в последнее время? Я наслаждаюсь разнообразными ягодами, листовой зеленью, например, шпинатом и разноцветным сладким перцем. Они звучат очень вкусно и питательно. Я наслаждаюсь яблоками, бананами и морковью. Яблоки и бананы отлично подходят для быстрого и легкого перекуса, а морковь обеспечивает сытный хруст. Я также начала добавлять в еду больше брокколи и сладкого картофеля. Брокколи богаты витаминами и минералами, а сладкий картофель богат клетчаткой и антиоксидантами. Удивительно, как эти натуральные продукты могут повысить уровень энергии и общее самочувствие. Конечно, Джон. Фрукты и овощи содержат необходимые питательные вещества, питающие наш организм. Я обнаружил, что добавление в рацион большего количества фруктов и овощей также улучшило мое пищеварение. Это просто фантастика, Джон. Фрукты и овощи богаты пищевыми волокнами, которые помогают пищеварению. Я также заметила, что моя кожа выглядит чище и здоровее с тех пор, как я начала есть больше фруктов и овощей. Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые способствуют здоровью кожи. Вдохновляет то положительное влияние, которое эти продукты могут оказать на наш организм. Конечно, Джон. Природа предлагает нам множество питательных веществ. Давайте продолжим изучать и наслаждаться разнообразными фруктами и овощами, чтобы поддерживать уровень энергии. Не могу не согласиться, Джон. Давайте продолжим питаться этими полезными продуктами. В этом заключается сила фруктов и овощей в подпитке нашего тела и повышение жизненной силы. Приветствую вас, Джон. Пусть мы и дальше будем ценить полезные фрукты и овощи для оптимального здоровья. Безусловно, Анна. Давайте сделаем фрукты и овощи вкусными и неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Урок 19. Знакомство с автосалоном. Ты вчера ходил на автосалон. Вы имеете в виду выставку автомобилей в выставочном центре? Да, это то самое. Я слышала, что это было фантастическое событие. К сожалению, я не смогла принять участие. Как все прошло? Это было невероятно, Анна. На выставке было так много потрясающих автомобилей. Могу себе представить. Автосалоны – отличная возможность увидеть последние модели автомобилей. Абсолютно. Мне довелось увидеть новейшие электромобили и концепт-кары. Наверное, это было захватывающе. У тебя были любимые. Моё внимание привлекла элегантная спортивная машина. Он отличался мощным дизайном и впечатляющими характеристиками. Спортивные автомобили всегда привлекают внимание. Удалось ли вам сесть в какую-нибудь из машин? Да, у меня была возможность посидеть в роскошном седане. Интерьер был элегантным и удобным. Похоже, это незабываемый опыт. Были ли интерактивные показы или мероприятия? У них были симуляторы виртуальной реальности, где вы могли покататься на гоночном автомобиле. Звучит захватывающе. Автосалоны предлагают такие уникальные и захватывающие впечатления. Это было действительно захватывающее событие. Я также принял участие в семинаре по автомобильным технологиям будущего. Знакомство с достижениями автомобильной промышленности должно быть было увлекательным занятием. Так и было. Они обсудили такие темы, как автономное вождение и устойчивые энергетические решения. Удивительно видеть, как технологии формируют будущее транспорта. Абсолютно. Автосалон стал отличной площадкой для того, чтобы воочию убедиться в этих нововведениях. Жаль, что я не смог побывать там и увидеть все эти невероятные автомобили и технологии. Может, в следующий раз, Анна. Автосалоны проводятся периодически, поэтому мы можем спланировать следующее. Похоже на план, Джон. Я обязательно отмечу это в своем календаре. Впереди будущие автосалоны, где мы сможем продолжить исследовать и восхищаться чудесами автомобильного мира. Приветствую вас, Джон. Давайте с нетерпением ждем новых захватывающих впечатлений от автошоу в будущем. Не могу не согласиться, Анна. Давайте сохраним наш энтузиазм к автомобилям и инновациям. Урок 20. Зов природы, пеший туризм. Да, я хочу пойти в поход. Тебя это устраивает? Конечно, Джон. Я всегда готов к приключениям на природе. Отлично. Я давно жаждал подышать свежим воздухом и полюбоваться живописными видами. Пеший туризм – идеальный способ погрузиться в красоту природы. Есть ли у вас какая-то конкретная тропа, которую вы хотели бы исследовать? В соседнем национальном парке есть тропа, по которой я давно хотела отправиться в поход. Звучит замечательно. Сколько длится тропа? Это трасса среднего уровня, ее прохождение занимает около трех часов. Звучит как неплохой вызов. Есть ли что-то, что нам нужно подготовить перед отъездом? Нам следует взять с собой воду, закуски, солнцезащитный крем и подходящую походную обувь. Хорошие замечания. Безопасность и комфорт важны для приятного пешего туризма. Конечно, Джон. Во время похода очень важно подготовиться и позаботиться о себе. Есть ли конкретное время, когда вы хотели бы отправиться в поход? Думаю, раннее утро – лучшее время, чтобы избежать полуденной жары. Я согласен. Раннее утро предлагает освежающую атмосферу и прохладную температуру. Давайте планируем встретиться в начале тропы в восемь утра. Тебе это подходит? Восемь утра звучит отлично. Я обязательно приеду вовремя. Отправляться в пеший поход в хорошей компании всегда интересно. Я рада, что ты присоединилась ко мне, Анна. Это будет незабываемый опыт. Природа омолаживает наш дух и дарит ощущение спокойствия. Не могу не согласиться, Анна. Давайте насладимся красотой природы и создадим незабываемые воспоминания. Впереди наше предстоящее походное приключение и чудеса природы. Приветствую вас, Анна. Пусть наш поход будет наполнен захватывающими видами и незабываемыми моментами. Конечно, Джон. Давайте прислушаемся к зову природы и отправимся в незабываемое пешее путешествие. Да. Мимо проход это вот так. И hearing feedback, да?